прежде чем перейти прием на проработку скуловой области я очищаю рабочую поверхность использую я для этого тоник хорошенечко протрите рабочую поверхность обязательно дайте просохнуть этой области очищенной и переходим уже к самому приему поставьте ладонь на скуловую область пальцы направлены к уху наклоните голову почувствуйте ее вес на руке выполняйте разминание к скуловой области от у носа до уха повторите три раза движения могут быть виде мелких зигзагов спиралей пунктиров пальцы второй руки фиксируют ткани верхней части носа все время сохраняйте глубокий контакт с тканями акцент на разминание и разогрев скуловой области а также на смещение тканей периферии почувствуйте как они становятся более мягкими и пластичными под вашей ладонью а 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 Выполняем прием в подглазничной и скуловой областях. Наша цель распределить ткани в вертикальном направлении. Проведите воображаемую линию по центру рабочей области. Пальцы поставьте рядом с носом, наклоните голову немного вниз, расслабьте шею. Голова легкая, погрузите пальцы вглубь ткани, чтобы ощутить костную основу лица. Выполняйте медленную проходку. Верхний палец двигается вверх, нижний плотно скользит вниз, как бы раскрывая ткани на 2-3 см от центра. Представляйте, как ткани становятся однородными под вашими пальцами. Проходку заканчиваем в области уха. Не старайтесь ускоряться. Такое вертикальное распределение ткани уберет отечную жидкость, которая накапливается в пространствах, ограниченных орбитом малярных и скаловой связкой.